Турнир по вольной и греко-римской борьбе в нашем городе проходит уже пятый раз. Традиционно соревнования приурочены памяти Владимира Карвата, первого героя Беларуси. Торжественное открытие и мероприятие прошло в Брестском легкоатлетическом Манеже. Именно там более 160 спортсменов, 80 из них по вольной борьбе и столько же по греко-римской, испытали свои силы. На этом турнире спортсмены из разных городов Беларуси и из Украины не просто оттачивают мастерство, но и готовятся к официальным республиканским международным соревнованиям. Это как раз те соревнования, на которых ребята учатся бороться. То есть здесь нет профессионалов, здесь нет мастеров спорта, международного класса заслуженных, то есть равные силы. Данные соревнования носят личный характер и в каждой весовой категории, а их 19, разыгрываются первое, второе и два третьих места. Греко-римская и вольная борьба – вид спорта известны еще с древних времен. В целом два этих направления похожи, однако их принципиальное отличие заключается в том, что в вольной борьбе разрешены захваты и действия с ногами противника, подсечки и зажимы. В греко-римской все действия соперников ограничены зоной выше талии. Любые действия ниже, в том числе захваты ногами, запрещены. С первого взгляда кажется, что все происходит само собой и как-то очень легко, однако это не так. Для того, чтобы правильно выучить тот или иной бросок, требуется до тысячи повторений за каждую тренировку в течение нескольких месяцев. При этом важно учитывать, что каждое действие в борьбе – это владение своим телом и управление телом противника. Турнир этот очень важен для того, чтобы молодежи было где проверить свои силы. Он собирает много людей, юноши. На этих соревнованиях, естественно, делается отбор ребят. Ребята взрослеют. Ну и потом он каждый год набирает силу, все больше и больше участвует в команде. Самое сложное в моих соревнованиях – это подготовка перед тем, как ты выйдешь на ковер и сама борьба. Чтобы овладеть техникой вольной и греко-римской борьбы, спортсменам приходится не один год упорно тренироваться. У ребят, которые участвовали в турнире в этом году, лучшие победы еще впереди. У многих из них есть все шансы добиться успеха в будущем, если они будут извлекать уроки из каждого боя. Всего в турнире 19 первых мест и, как показали финальные бои, Брещан можно назвать достаточно сильными борцами. Неплохие результаты показали такие атлеты нашей спортивной школы, как Александр Белкани в весовой категории 66 кг, Егор Егор в весовой категории 85 кг и Антон Ковальчук, вес которого составляет 59 кг.